Катки начали заливать в Хабаровске. В ближайшее время откроется бесплатная ледовая площадка на набережной. Заливают лед и в хабарских дворах. Управляющие компании сообщили, что подготовят не менее 70 зон для катания возле дома. Когда можно будет выйти на лед, узнали наши корреспонденты. На стадионе «Нефтяник» лед как стекло. Воду льют круглые сутки. Только за один день машины выливают в хоккейную коробку 36 тонн воды. Чтобы сделать качественный лед, рабочим нужна как минимум неделя. Это в день только, а в ночь шлангами всю ночь льют до 5 утра. Еще рано играть. Сейчас мы пока теплой водой, а потом горячую уже ровнять будем. Уже коврик будет висеть. В прокате тоже идет подготовка к открытию сезона. Коньки в аренду смогут предоставить на трех городских стадионах на юности в «Заре» и «Нефтяники». Партии коньков уже обновили. Осталось проверить остроту лезвий. Размерный ряд, говорят, самый широкий. На лед поставят детей и взрослых даже с нестандартным размером ноги. Самый большой – 48-й. Они постоянно обновляются. После каждого сезона мониторим. Смотрим, какие-то коньки уже пришли в негодность. Мы их списываем и для наших жителей приобретаем более свежие. Лед сегодня заливают на трех городских стадионах – «Заре», «Нефтяники» и «Юности». На очереди парк «Динамо» и ледовая площадка в детском парке. Кроме больших городских катков, в Хабаровске этой зимой зальют хоккейные коробки во дворах. Больше всего площадок для катания появится в индустриальном районе. В мэрии подсчитали, что стоимость подготовки и содержания одной хоккейной коробки обходится дому в 16 тысяч рублей. Всего мы планируем залить 72, может быть, 73 площадки мы планируем залить. Уже залиты 4 площадки. Это на Королево, на Фурманово, на Батарейном и на Арсенальце у нас. Приступили к заливке уже 9 площадок. К началу декабря торопятся рабочие на набережной. Пока залили первый слой катка. Скоро начнут монтировать подсветку льда. Работают в две смены. В этом году каток на набережной по-прежнему останется самым большим в Хабаровске. А для детей подготовят отдельную площадку. Виталина Кондрахина для программы Новости.